невероятно а вон там какое-то озеро далеко тоже потрясающее скорость побольше и главное не бояться а я если честно боюсь немножко итак друзья впервые я готовлю планер к взлету сам поставил я газ на 1 оборот и 1 четверть обогатитель забыл включить видите первая ошибка и и и и друзья первый поток потрясающий совершенно после рокота мотора друзья вот эта тишина которая просто охватила это что-то потрясающее я сейчас отдыхаю набираю высоту и отдыхаю моторный полет это моторный полет эти как мы хорошо набираем порядка трех метров в секунду на вариометре высота стремительно растет у нас уже 1800 и вот этот набор он будет долгий потому что мы с нуля добираем но где-то громко облаков я думаю 2 600 час где-то сейчас проверим я очень доволен я хорошо вполне взлетел сразу встал в поток то есть тут для меня все таки изменение типа летательного аппарата чем любой бы планер я поднял бы без проблем но вот здесь все таки эти два колесика своя специфика взлета особенно специфика посадки я на прошлом полете на самом первом все такого козла дал что уго-го также посмотрим как сегодня приземлиться но в общем погода бомба я думаю что мы сейчас повеселимся на витар оуди n потрясающий совершенно прибор я с ним отлетал соревнования на литве выиграл балтика а чего вы собственно он меня выручил когда летал на планере без скорости он даже среди пишет она стоит это сколько добиться на 100 1700 километров летим в литву еще раз вам хочу показать без что нас достаточно красивое такое местечко урортная на берегу небо набить петля нем она берите город преной и вот собственно бир что нас как это красиво все выглядит сюда можно приехать отпуск пожить какой-нибудь пансионате погулять по речке поплавать на кораблике ведь от корабли тоже очень красиво ну и сосновый лес и здесь на запахе разогретых сосен всякие приключения мы закончили набор на высоте 2400 и у нас хорошая линия на запад мы по этой линии час немножечко пройдемся что-то первые какие-то движения оп на компенсированном варьем эти два здесь 7 ну как так как нормально вот мне нравится такой поток пока слабенько идем дальше не забываем любоваться плане вообще может и по прямой набирать высоту под такой грядой как говорится сама вселенная велела сама природа велела единственное что нужно желательно выбраться под кромку сейчас более сильном потоки это сделаем и тогда немножечко легче привязать к себе к облаку и зоне набора раз и пошло дело манифиг эти торчит трубочка бака планер очень хорош еще тем что у него два бака правый и левый то есть если что сюда можно 60 литров топлива и лети куда глаза глядят достаточно устойчиво там до четырех метров забрасывает осреднитель 36 сейчас из половиной но мне иногда кажется что под такими грядами можно набирать и не крутя вот так даже на скорости 140 у нас плюсики задача же я бы здесь конечно по тормознулся чтобы дельфинечка сделать береги хорошее облако приближаемся к заповеднику верхор вы давайте я вам покажу как это выглядит снаружи здесь множество таких очень приятных скал торчащих от рельефа сейчас мы попробуем вам это показать подходим облако вот он планер закручиваем пока слабенько сейчас два метра в секунду вот наша гряда кстати которая помогла нам сюда добраться ноги упирающиеся вверху я еще не делал попробую закрутить хорошо так потянуло вот так друзья можно набирать с видом на красоту что я могу сказать по поводу планера но вот десятый закрылок 10 градусов он прекрасно стоит все вот можно ручку отпустить и вот он сам сам крутит может можно в спираль но я сейчас стою до 80 вот сейчас разогнался нечаянно так смотрите он спокойно держит там какие-нибудь сейчас чуть подрагивать начинает ему сейчас уже меньше нравится над километров 70 час стоит совершенно потрясно все у него скорость сваливания 60 внутри километра в час написано но можно считать 70 как правило в книжках пишут знаете сами что так и выводился из потока пока вам рассказывала скорости сейчас протяну против ветра мне эти подсказывает на ветер что надо протяни против ветра и ноглочка опять же есть впереди сейчас я на него раз его и следим сходим до следующего и потом пойдем направо под 90 градусов на следующую систему к сожалению нельзя успеть прям все вот можно было слетать по линии в гренобль но тогда мы не успеем на красивые горы снежные куда податься вверху мы вам показали под хорошее облако прям должно дать так дать проверяем опа я протягиваю все равно вперед пока рано закручивать поток 2-3 метра но еще рано я думаю что впереди будет получше на самом фронте этого облака будет самый шоколад мы проверяем можете я не прав да я ошибся стейк посмотрите как люди живут внизу вот этой красоте я возвращаюсь то место где меня получше подымало вот здесь и закручиваю друзья это одно из самых красивейших мест я уже 10 раз это говорю ну вот посмотрите даже сложно представить как природа изгалялась чтобы построить такое сейчас в радиусе дойдем до может вы увидите кусочек скалы отстоящий нет это за поворотом я очень люблю этот заповедник здесь мы можем летать на высоте 300 метров над рельефом вот внизу два домика и место для сбора воды туда идет какая-то тропа сейчас на плата вы можете наблюдать очень красиво такая не знаю дыра в земле что ли туда вся вода сливается которая вытекает я низко на планере как-то летал даже в эту дыру заглядывал снимал себя обнаружил что без панамки без панамки нельзя летать можно сурочный удар получить мы не нарушаем набрали практически кромку облака 2500 метров сейчас уже айсинки нафиг кову здесь line and закончили набор верхоре друзья вот смотрите места где живут красивые шарлы вот на и на этих скалок просто потрясающие по своей доброте они с нами иногда летают но бывает периоды когда они клюются видимо когда дети у них выводится наша цель вот в этой горочке не ближайшие здесь под этим облаком может нас еще придержит на перепрыгнуть дальше и оттуда посмотреть сможем ли вы дойти до снега а сам город для нобыль вот там этом сегодня уже был днем у нас есть два с половиной часа и мы стараемся вас по самым красивым местам прокатить да вот это облако видите работает мы сбросили скорость скорость пониже и действительно проходим спитываем энергию этого облака можно было бы добрать но по опыту опять же сегодняшнего прям до кромки дабы добирать не удавалось всегда какой-то зазор метров 200 оставался поток слабил к облаку поэтому и 2 400 метров достаточно хорошая высота что используя ее мы прекрасно летим гринобль вот там за зерами его даже может кусочек города видеть и вот этот вот дорожка это как бы конец пути то есть уже вот скоро скоро будем дома и она на самом деле очень красивая мы сейчас планируем взять поток под вот этим вот облачком летим к нему со страшной силой здесь очень красивый луга вообще вот эта комбинация зеленых полей снега иногда наверху и скал воображение потрясает вот и все взяли по точек хорошие я высунул наружу камеру чтобы вы посмотрели не через стекло она по-настоящему как-то красиво здесь у нас по всем этим горам огромное количество пешеходных троп можно гулять ходить не переходить мало того всяких мотоциклентных троп гонять на каком-нибудь тиндулике просто потрясающе у вас нашего планера я тут уже друзья прям шурую и лапами протягиваю сейчас классический вариант когда обязательно нужно протягивать вот новая вспышка здесь получается долина плюется это облако уже отработало по идее вот здесь вот должна быть вспышка есть значит должен быть поток видите дано совершенно неприятно и и наверное вы человек обычный не обратил даже никакого внимания смотрите что у нас творится три метра в секунду что я могу сказать по обработке потоков но на специфическое немножко то есть как каждому планеру нужно привыкать но он очень легкий то есть вот эти вот крылья размахом 15 метров они создают позволяет очень легко перекладываться сейчас мне нужно чуть-чуть что-то сделать мне нет вот этих вот у них тяжеленных 20 метров крыльев мне все сделать несколько проще я думаю что мне достаточно высоты я хочу вот на тот склон прийти поэтому я перестаю мучить вот этот обор 200 метров разгоняюсь на этой горе объем есть парапланерный старт здесь такая вот ложечка образуется и вот в этой ложечке стартует вот с этого ребра парапланилисты может даже мы еще встретим скорость я держу на переходе 150 высота моя набранная потихонечку дает но мне достаточно чтобы прийти нужную точку и набрать выше вершины вот это вот объем горы мало того меня даже как-то придерживает имеет смысл в такой ситуации всегда сделать дельфина съели мы эту вкусняшечку опять разгоняемся ошибкой будет делать дельфина по любому незначительным поводу но вот этот повод был достаточно значительный ветер не просто склона под 45 градусов склон поэтому нам будете достаточно непросто сейчас посмотрим насколько непросто но должны выбраться и конечно моих студентов всегда напрягает когда мы вот так несемся лицом склон они спрашивают игорь когда же мы будем поворачивать игорь а что же дальше будет впереди же гора а я всегда мы успеем отвернуть какие проблемы так и сейчас мало того запас по скорости который мы имеем позволяет нам всегда набрать высоту то есть мы ручку потянув на себя всегда можем немножечко вверх подняться даже снег еще лежит хотя уже лето все я ручку на себя сбрасываю скорость до 100 километров час я здесь буду летать не очень медленно и буду сейчас по склону работать он позволяет мне выбраться сейчас поменьше сделаю все таки скорость то я понятно на своей принцессе летаю где-то 110 120 по таким склонам мы быстрее медленнее преимущество что он сейчас как небесная лодочка такая скользит а я наконец-то впервые вижу свои ноги рядом со склоном ну смотрите вот этот называется открывается вид новый ну что мы увидим за склоном смотрите вау unbelievable как красиво а друзья таких моментов стоит летать ну ладно хорошая линия была соответственно пару таких проходов и мы выберемся выше склона нить как все просто но вот это просто на ноги сразу обретается то есть чтобы было так просто нужно сначала много раз попробовать не просто если вы учитесь анализировать процессы происходящего атмосфере аэрологию местности что как работает и тогда через некоторое время у вас получается вот это самая свобода перемещаться пространстве в летательном аппарате у которого нет мотора можно много об этой свободе рассуждать то есть некоторые говорят что мы наоборот не свободны что мы не летаем когда хотим потому что у нас нет мотора ну во первых на этом плане ли можем летать когда хотим у нас есть мотор во вторых так не может ни один моторный летательный аппарат не тратя бензина вот так вот кататься спокойно по склонам мы сейчас на заправку черпаем энергию из природы не хочу в ту сторону дальше идти здесь такая приятная ложечка прям прет со страшной силой можно было бы закрутить на склон но не хочу это будет некрасиво не буду учить вас плохому почти уже добрались до вершины варе метр застыл на пяти его заклинило я друзья дал полетать своему другу потому что вот этот момент подъем над вершиной он является самым восхитительным назад вершины открывается красивейшее озеро мы сейчас вывели максимум и будем делать переход нам надо вот вот те горы попытаться прилететь там где такие красивые облака посмотрим получится у нас это или нет люблю эту скалу люблю еще за то что с нее открывается очень красивый вид бывает вот особенно когда насчет весне такая более беленькая и снег достаточно долго лежит и вот открывается вид на озеро которая справа сейчас за крылок наблюдаете и потрясающе краски кромка облака максимум высоты выше уже нельзя ну можно но сейчас до кромки облака доберем и будем прыгать через долину попробуем на ту сторону перейти время конечно уже позднее без 26 конечно некоторые уже на аэродром приземляется говорят что все хватит но мы и должны вам показать что-то приличное мы несемся на вершинку за ней видны и видны мельницы ветряные троёблака на нас облако несется красиво ух подрягивает ого турбуляция может могут телефон был бы если то летал бы сейчас сейчас я постараюсь друзья головой не вертеть и вы посмотрите как мы пересекаем это большое пространство то есть для пепестреля это вызов потому что скорость 140 расход энергии достаточно большой но качество вот на этих 140 150 30 у него 31 пишут но пишут знаете на заборе тоже кое-чего я бы расценивал это качество как 25 может быть 28 если бы хотели бы мы экономичнее идти мы могли идти на 120 на 110 естественно эту долину пересекли бы более экономичном режиме большим остатком высоты но мы же любим приключения сейчас будет самый неприятный момент связанный с тем что вот я вижу облака висят которые они висят с южной стороны в роторе то есть возможно вот этот склон может не работать хотя он удачный западный и так далее и тому подобное но может не работать высота нам на этом склоне нужно хотя бы 2000 ясно с 2400 вроде как неплохо если у нас что-то не получится с этим то мы пойдем в сторону озера серпанцом под нами склон который работает ведь и даже варил метр запищал но я думаю что мы зайдем на вот эту скалу скала еще должна тоже работать правда ветерочек слишком боковой для вот этой конструкции всей поэтому будет очень высокий уровень турбулентности у этого склона по крайней мере здесь у нас есть энергия вот и поэтому либру очень удачно мы доходим до основного массива ветер практически параллельный будет но склон может еще работать за счет того что он западный сейчас освещен солнцем и поэтому вполне может генерировать потоки вот этот вот лоб должен хорошо работать я века по энергии супер да друзья приятно когда ты не ошибаешься на склоне есть энергия но вопрос только как я сейчас взять будет достаточно сложно тут такое полу роторное положение придется наверное вдоль скал походить сначала потому что как-то в склон закручивать немножко страшновато сейчас немножко повыше выберемся и все станет значительно лучше вот удачная скала сейчас немножко вправо и теперь влево вот здесь прям сходит этот платочек будь здоров сейчас я пытаюсь нащупать путь к этому облаку вот где-то здесь наверное вот здесь уже можно попытаться закрутить от скал мы достаточно далеко морды скалу неприятно лететь а я сам не люблю нифигушки ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха вот шайза попали в низкотняк, надо все-таки по склону пройти. Облако это мигрировало, тут вот следующее образуется. Надо выбраться выше склоны, уже не парясь набирать максимум. Видите, друзья, это небесный шахмат. Это постоянно, как в шахматной партии, постоянно что-то делаешь. Вот сейчас я чуть-чуть снесусь вот сюда, на это ребрышко, в расчете на то, что вдруг с него пойдет лучше. Хотя, конечно, возможно, я делаю сейчас ошибку. Там будет чуть-чуть понижение такой клепта, вот с этого понижения дальше понижения я не пойду. Сейчас здесь раз. Вот тут вот. Да, скалки, пузико планеру щекотят. Ну, как это? Сцепить зубы, сжать яйца и стоять. Больше ничего не остается. Достаточно злой поток. Ну, вот получше стало немножко и поуже стал. Наконец-то в него поместился. Нам бы выше вершины выбраться, и все наши проблемы будут решены махом. Почему выше вершины мне надо выбраться? Потому что над вершиной, как бы, у нас с ветром будет проще. То есть мы будем использовать энергию, которая с двух сторон склонно идет. У нас все будет намного лучше. Вот сейчас потерял я все-таки этот поток. Попробуем к вершине вытянуть, что ли. Уже настолько мы высоко, что можем рядом с вершиной пройти. Вот сейчас мы на ветреную сторону берем. И солнце, в принципе, отсюда светит. Все. Выбрались. И мы можем дальше по хребту теперь путешествовать, уже не боясь ничего. Там, конечно, надо будет набрать, но, в целом, уже хорошо все. Ветер у нас в левый борт. Сейчас где-нибудь на этих кочечках все-таки цепанем что-нибудь еще. Какой-нибудь хороший поточек. Я, конечно, может быть, рановато сунулся, но тогда бы не было вам такого контента огня. Я рассчитываю сейчас на какой-нибудь посильнее поточек, вот как сейчас, и закрутить. Видите, как страшно. Вот это осип каменная сейчас работает. Цирк этот. Поток 2 метра в секунду. Мне сейчас нужно выбрать запас, который мне позволит себя чуть побольше, получше чувствовать над вот этим всем хребтом. Мы туда сможем прогуляться в красивые места. За счет того, что здесь хоть и заповедник и кранс, но есть достаточно глубокий коридор. Да и бог здоровья тем, кто карту рисовал. Скорость надо поменьше. Закрылки десятые поставил. Видите, до облака осталось немножко. Мы постепенно к нему приближаемся. Высота у нас 2900 метров. Ну, 3200 мы где-то выберем. И это к вопросу о том, как можно путешествовать на Тауруска-Пестрель. Да вот так, друзья. Я бы не сказал, что это прям аховая погода. 3200, здесь 4000 бывает. Вот здесь периодически у меня бывало там 3500-3700. Сейчас очень хорошая погода. Извините, ветер присутствует. Ну, надо идти дальше, наверное. Оп, разгоняюсь. И попробуем пройти, сколько мы можем легально пройти по экранцу. До вот этой вершинки мы точно можем пройти. Вот вам, друзья, свобода в чистом виде. Некоторые в горы пешком ходят, вот такие, забираются на вершину, чтобы посмотреть на окружающие горы и насладиться видами. Как вы видите, мы лениво в шортах сидим все спокойно и тоже наслаждаемся этими видами. Причем можем эти виды вращать, как хотели, заглядывать куда-нибудь. Единственное, конечно, что нету того, что ты можешь сесть, остановиться и посидеть. Чем хорош вот этот планер конкретно, тем, что на шляхер я бы здесь шел не 150, а 180, а то и 200. По-своему это хорошо, а по-своему хорошо вот так неспешно. То есть я сейчас никуда не спешу, улыбаюсь, гляжу на скалы, смотрю на ветер и буду скалом ходить с левой стороны. Несмотря на то, что солнце сейчас, видите, какую стеночку освещает справа, я попробую его обойти слева. Мне кажется, что это будет разумно. Ну и там дальше есть провал, если мне захочется, я могу перейти на другую сторону склона. Как красиво я сейчас пройду вот этими щекочущими пузико планера скалками. Это же просто англию был. Вон тень планера, кстати, скользит. Смотрите. Вау! Ну и идем дальше. Думали ли вы когда-нибудь, что вот так можно наступать на скалы лапами практически? Ну вот и я тоже так не думал. Но уже до Airspace осталось. Там скала последняя, которая нам доступна. И потом будет уже закрытое воздрушенное пространство, в котором мы не можем, к сожалению, находиться ниже тысячи метров над рельефом. Я сейчас вам пройдусь рядом с вершиной, которая нам не покорилась еще сегодня. Так-то я на дне летал уже. Но вы, по крайней мере, посмотрите, как Пепесель себя чувствует около этой скалы прекрасно. Вау! Ну и мы, кстати, два метра имеем. Мы сейчас попробуем немножечко здесь походить, походить, высоту набрать. Вау! Я сам в глубоком удивлении, друзья. Вот по этой долинке течет воздух и, соответственно, он натекает на скалу. Я сейчас еще разочек пройду рядом с ней. Уж очень красиво. разворот я сделал такой скажем так немножечко халтурный очень мне хочется еще один проходит сделать рядом с такой красотой скорость держать надо не меньше ста смотрите тут вот он даже не водопад дать водопада нет как все течет друзья как это выглядит как это скала нас не бросается но чуть-чуть форточку открою чтобы не потели я сам в глубоком удивлении как нам удачно удалось выбраться на пепе стрельки по ее чистом и замутненном виде я надеюсь что кадры будут соответствовать нашим затратам на них я не скажу что мы сильно сейчас высоту набираем набираем но по крайней мере мы ее не теряем при этом можем вам мать вот это все великолепие невероятно а вон там какое-то озеро далеко тоже потрясающе подмерз я даже друзья рядом со скалой так шмэк да мой коллега более лихо чем я пилотирует я тут поосторожнее себя вел поэтому вы можете хоть посмотреть как летаю не только я что не я маньяк на самом деле настоящий но в этот лет я еще больше маньячилы ужаса это же мне страшно уже а вы говорили пепестрел ничего не может еще как может в умелых руках но это влетанность друзья влетанность в аппарат и его знания то есть вы видели на принцессе что я вытворяю это меня иногда за это ругаете но я могу сказать что вот видите мой коллега влетанный пепестрель как может выжигать зажигать на нем по склону красиво что вот в эту щель прилететь о видите облако немножко опустилась все-таки вечер уже кромка падает видите облако цепляется за вершину и мы сейчас за с ним вам просто контент бомба посмотрите потихонечку полигонечку мы болтаясь у этого склона выбрались почти на его верх осталось совсем чуть чуть я думаю что это чуть-чуть мы сейчас сделаем эти здесь опять удачный опаточек взял об и мы уже по факту почти на уровне вершины и катаемся вместе с вот этим облако как видите качель между двумя склончиками красивая я давно так красиво не летал честно вам скажу просто большое везение что нам сегодня так подфартило сюда забраться все это некий предел по высоте в облако конечно не входит ни в коем случае потому что можно в эту же извините вершину ее поцеловать ну вот она как и на подлете говорил что это решено пока нам не покорилась но мы ее покорили по высоте мы будем считать что покорили потому что мне не сложно выбраться выше только не в облаке я могу конечно сейчас ручку набрать скорость потянуть ручку на себя и выскочить выше но это будет нечестно и некрасиво ну почти почти выше но друзья но смотрите я на на ветреной стороне облака вот все выше вершины мы ее покорили гиги 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 какая красота и вот рядом с облаком вот так вот раз вот так вот два ой как же это высота причем 3400 метров друзья 3400 метров вы набрали в этом волшебном замечательном месте лимит 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 я фу кризис и трансляция друзья сейчас если вы видели наблюдали как я снимал Чуть не потерял твой телефон И наверное это Собственно момент Который говорит о том, что Харе Пора идти домой Ну что ж, обратная дорога будет достаточно простой У нас 3300 метров В принципе до дома всего лишь 56 километров Мы по прямой до дома дотягиваем Без всяких проблем Но можно было пройти под грядой облаков Под питаться энергией Я думаю, что это не обязательно Сейчас благодаря высоте Мы можем спокойно пересечь Здесь кусочек заповедника Вот под это облако придем Это кратчайший практически путь домой Ну чуть-чуть Дом наш на самом деле там за Пик-де-Бюром Ну вот эта линия тоже подходит Ну так Можно так, можно сяк Скорость относительно земли У нас 201 километров в час Скорость по прибору 150 километров в час Ветер 34 Но еще сказывается разрежение воздуха То есть у нас Вот этот прибор показывает воздушную скорость А относительно Реально относительно воздуха Мы двигаемся несколько быстрее На высоте, где, например, плотность воздуха В два раза меньше Мы будем скорость иметь В 1,4 раза Больше Поэтому все рекорды, которые ставятся на дальность Выгодно пролетать на большой высоте Ну, кстати, вот в Африке Как-то я летал на 5000 метрах Прямо это вот уже реально чувствуется Почти весь полет на 5000 Вот этот прирост скорости Ощутим А Клаус, когда ставил рекорд 3008 километров в Аргентине У него прирост скорости был Еще более ощутимый Потому что он тысячах на 7 Половину полетов провел Ну, использую, видите, немножечко Даже, наверное, немножко доберем Чтоб поспокойнее себя чувствовать На долете домой Субтитры сделал DimaTorzok Мы пересекли долину И сейчас по вот этим холмикам Холмикам потихонечку спустимся К нашему аэродрому И землимся Сейчас вот этот хребет Имеет смысл здесь на Немножечко использовать Он нас придерживает Даже не столько для того, что Он нас придерживает А может быть для красоты Сейчас вот как раз не придерживает Вот это потрякивает То, что сейчас Наш пистельчик аж крыльями машет Ну, кстати, крыльями не машет Крылья короткие Толстые, жесткие Принцессы крыльями машут Он крыльями не машет Но, видите, все трясется Можно даже по прибору посмотреть Как он на креплении Ходит туда-сюда Дур-дур-дур-дур Дур-дур-дур-дур О, мои Вот те гор мы вернулись Видите, сколько мы уже прилетели Вот, под теми облаками мы были И, собственно, практически без наборов Там была Одна попытка набрать была Но поток был Доклый Здесь очень удобно можно летать до позднего вечера и возвращаться поздно вечером. Мы бы могли там еще под теми облачками выхпарить какое-то количество времени, а потом просто на долете по прямой спокойненько возвращаться. Сейчас высота 2200 метров, до аэродрома 29 километров. Нам хватает вполне этой высоты. Долететь до аэродрома спокойно, ну и зайти на посадочку. Посадка будет для меня испытанием, однако. Так, чем хорош наш пепестрельчик, он, видите, сам летит. Ничего делать не надо. Бросил ручку, летает. Я вижу, что над аэродромом кружит несколько планиров. Оп, да, лихо. Я даже подпрыгнул. Не одни мы тут прилетели приземляться, тачат планер машиной, перегородив все поле, всю посадочную полосу, конечно, это нехорошо. Это практически северный. То есть будем заходить классически от горы при такой погоде. Вот наша гора Арамбур, которая нам всегда помогает. Сейчас начнем сбрасывать высоту с помощью воздушных тормозов. Оп, выпустил шанси. И потихонечку снижаюсь на воздушных тормозах. Кружим, друзья, в зоне ожидания. Ждем свое место на посадку. Кто-то садится на север курсом, кто-то садится на юг. Анархия. Ветер действительно слабенький, но я не хочу рисковать. По ветру я уже на этом планере приземлялся. В прошлый раз козла сделал, мне понравилось. Лайнер срулил с полосы. Да, интерцепторы до него менее эффективные. Летел, 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 летел. Летел, 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 летел. Не так бед! Не так бед! Не так бед! Бед, это бед! Итак, хорошая идея, когда рюкзер на грунт, в этот момент, рюкзер на грунт, и ты делаешь это perfectly. Может, в конце концов, нужно иметь больше аэропорта, потому что это очень слабая скорость. Да, да, да. Но перфекция, окей. Открывайся. Лайнер на парковке. Сейчас буду швартовать. Сейчас его помыл. И вот то, что вы обычно не видите, двигатель. Давайте хоть покажу. Здесь очень хороший стоит легкий винт. Ребята в Сестероне делают. Е-проб называется. И он, конечно, кардинально меняет характеристики этого летательного аппарата, потому что винт очень легко останавливается. И обычная проблема с уборкой двигателя, когда несколько раз проскакивает положение уборки тяжелый деревянный винт, оно отсутствует. Чем этот мотор лучше? От того мотора Ванкеля, который стоит на моем дорогущем плане. Ну, тем, что он двухтактный. Чинится в любой мастерской. Элементарно. Стоит бэушные 2000 евро. Ремонтируется еще за 2. То есть, можно иметь 3-4 таких мотора. Летать безбедно. Потому что замена мотора на моем шляхе стоит 22 тысячи евро. Вот, собственно, и весь вопрос. Почему вот этот планер имеет некоторые преимущества? И если, например, кататься в горах, как вы сегодня видели, можно летать очень на нем даже красиво. В конце концов, если вдруг проблема, где-то в сложном месте немножко потарахтели и полетели дальше. Ну, сожрали литр топлива один. Ну и что? А самой же главной свободе этого планера, я не успеваю повторять, это минимизация бюрократии. Минимум документов. Это не значит, что я перестану на 32-ом летать. Я на нем буду летать. Просто я вот за эти дни, мне было дико интересно, что на нем можно. И сегодняшний день, наверное, подтвердил, что может много. Я думаю, что впереди у нас много роликов о путешествиях на Таврус и Пестрель. Я очень доволен. И надеюсь, что верный конь будет меня радовать и дальше. Название я ему пока не придумал. Вот это, кроме как головастик, больше ничего. Пингвин, может быть, еще какой-нибудь. Пингвин неретучий, а что-то. Не знаю, подумайте. Кто придумает удачное, может со мной полетать. Я с удовольствием вас на этой штуке покатаю. На этой оптимистичной ноте до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Мы еще и набираем с видом на Мотерхорн. Вот это невероятное зрелище. Вокруг ледники всякие. Мне даже слов нету. Одни буквы. Точнее, слова есть, но почему-то какие-то нецензурные лезут. А у нас же детский канал. Ну, в том смысле, что дети тоже смотрят. Вот он Мотерхорн. Мы это сделали, долетели до него на Тауросе. Вот это все, зачет. Мотерхорн взяли. Теперь следующая задача вот его вершина. Вернуться назад. Солнышко, спецвершину, смотреть. Вау. unbelievable. Я здесь не первый раз, друзья, но вообще очень красиво. Так, и нам теперь надо в обратную сторону, причем стараться проскочить перевал впереди. Я не помню, на какой он высоте. Скорость побольше, главное не бояться. а я, если честно, боюсь немножко. Надо, видите, запоминать, на самом деле, расположение перевала, потому что я не помню, чем заканчивается вот эта гора. Есть ли там дырка или нет? Дырка есть. Услово яйцам. Дырка есть. Ох, как же я люблю, когда есть дырка. Эгегегегегей. Ха-ха-ха. Я забыл от этого момента.